Здрасте! Всем, друзья, приветуреньки! Мы продолжаем играть отродную долину, ферму. И что происходит на нашей ферме, друзья? Опять-таки, много чего интересного нету, поля наши еще не созрели. 9.37 утра, видимо, проса растет больше, чем сутки. Причем он даже не на последней стадии, но вот-вот будет последняя стадия, вангую. Зато, друзья, у нас созрел сахарный тростник, и, в общем-то, его тоже бы неплохо, наверное, убрать было бы. Давайте это сделаем, почему нет? Так что запускаем комбайн, он погнал убирать этот самый тростник. Меньше часа обычно занимает уборка, так что все будет хорошо. И вот этого товарища, конечно же, отправляем на поле 45, ему помогать. Вот такая вот история. Сколько у нас тростника, кстати? 3 миллиона 900 тысяч литров, нормально. До конца сезона, короче, убираем этот тростник, а на следующий уже что-нибудь будем сеять, и тростником заниматься не будем. Тростник у нас, друзья, идет на топливный завод, как вы помните. И расходуется он тут, кстати, довольно медленно. Хотя я его последним засыпал, силоса уже половина из расходов, представляете? 47% осталось. Но ладно, нормально. Мне тут подсказывали, что надо, скорее всего, разогнать будет этот завод в будущем. Но пока этого делать не будем, чтобы больше топлива он производил. Друзья, какая у нас сегодня задача? Задача у нас, в принципе, одна. Нам надо бежать на цементный завод на наш. Точнее, к цементному заводу. Потому что около цементного завода у нас, друзья, построился сталелитейный завод. И, в общем-то, что этот самый сталелитейный завод умеет? Он умеет производить стальные балки, гвозди, трубы, арматуру, свинец, серебро, стальные детали и стальные пластины. Много всего он умеет, это хорошо. Для производства стальных балок, гвоздей, труб и арматуры требуется уголь, карбонат кальция, руда, вода и все. И три, в общем-то, сыпучих груза, которые добываются на карьерах или камне-дробилке. И вода. Также, друзья, здесь есть еще производство свинца-серебра. Тут нужен галенит. Этим мы заниматься в этом сезоне не будем. В следующем, может быть, посмотрим. А для стальных деталей нужна еще упаковка и поддоны. Ну и тоже уголь и руда. Ну и пластин тоже самое. Эти три линии мы пока что, друзья, не трогаем. Мы запускаем вот эти вот четыре. В принципе, нам по факту нужна только арматура и стальные балки. Я имею в виду для строительства моста. Поэтому, друзья, наша задача сюда, это все дело добро. Это все дело добро, да. Это все добро привезти. Завод, друзья, большой. Поэтому все у нас будет, в общем-то, хорошо. Я уже отправил сюда JCB. Вон она на карте, вижу, подъезжает. Сейчас она сюда приедет, и мы нарисуем автодрайв. Здесь у нас будет выгрузка всей продукции на поддонах. Точно так же, как на цементном заводе, она кнопочкой будет выгружаться и перегружаться. По поводу, кстати, бетонной мешалки. Золотого колуса, говорят, она работает. И, в принципе, с помощью нее возить, типа, удобнее цемент. Но пока я ее не ставил, повозим в поддонах. Цемента, друзья, уже произвелось, жабы блоков и вот этого всего добра уже много. Это, конечно же, не может не радовать. Но, с другой стороны, песок, гравий, уголь, вот это вот все дело тоже заканчивается довольно быстро. Этот завод у нас работает вроде как меньше суток. Не, вру. Больше суток он работает, потому что мы с этого всего еще возили материалы на стройку сталилитейного. Хотя, с другой стороны, мы эти материалы возили, и поэтому он строился. В любом случае, да, вроде как меньше суток. Или примерно сутки, и почти все израсходовалось. Это довольно много. То есть, есть вероятность того, что придется постоянно пополнять запасы вот песка гравия. То есть, его запасы я имею в виду на базе. Пока что мы затарили всего по 3 миллиона, и, в общем-то, это нормально. Все путем. Боже, как же Сибишка медленно ездит, а? Мы ее, друзья, перехватываем. И погнали рисовать автодрайв. Давайте, наверное, прицеп бросим вот здесь. Он нам пока что не нужен. И готовимся к просадке по фпсу дикой, потому что открываем карту. 26, когда карта открыта. Гениально. Но, друзья, тут ничего страшного. Сейчас мы быстренько нарисуем, отстрадаем, и все будет хорошо. Значит, тут у нас все просто. Делаем 4 зоны разгрузки и 1 зону погрузки. Если надо будет потом что-то добавить, добавим. Потому что вот на этот триггер вроде как выгружаются все материалы, типа поддоны, мешки, вот это вот. Вроде как. Пока делать не буду. Как бы хрен с ним. В общем-то погнали это все дело записывать по-быстрому. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Ну вот, друзья, получилось как-то так. Теперь же нам это все надо перенести в папочку с цементом. Цемент сталь у нас называется. Соответственно, ЦЕМ будут все точки, которые идут на разгрузку цементного завода. Сталь у нас СТ. Первые буквы. Так будет проще ориентироваться. На мой субъективный взгляд. И карбонат кальция мы туда тоже переносим. Так же Сибишка заглохни пока. Значит, что нам надо привести? Нам надо привести уголь. Он у нас есть на базе. Нам надо привести карбонат кальция. Он у нас тоже есть на базе. И, друзья, нам нужно привести руду и воду. Воду мы берем тоже на базе. А вот руды у нас нет. Где же нам взять руду? Правильно. Нужно купить участок с рудой. В общем-то, есть два участка таких, которые мне нравятся. Не сильно дорогих. Один находится около лесопилки, недалеко. Стоит всего 128 129. Есть у нас около угля. Он стоит чуть-чуть подороже. Но, друзья, я хочу взять его. Во-первых, там есть точка автодрайва. Раз. Да и уголь рядом. Во-вторых, не знаю почему. Как-то так. Соответственно, теперь нам нужно приторабанить туда конвейер. Мана я туда уже отправил предварительно. Он уже туда доехал даже. Сейчас, друзья, мы возьмем конвейер, который у нас здесь стоит. Я решил, что я... Вот у меня есть два конвейера. И я буду обходиться именно ими. Когда у нас заканчиваются запасы на элеваторе, на складе, мы берем вот этот вот самый конвейер. Тащим его туда, куда надо и делаем запасы. В общем-то, план такой. Так, а он, я так понимаю, заполнен гравием. В принципе, ничего страшного. Надо его немножко сложить, во-первых. Хотя, с другой стороны, его недалеко тащить, поэтому можно было и не складывать. Разворачиваем его. Вот так вот. И подгоняем под трактор. Чтобы цепануть его и перевезти. В принципе, он ездит 25 километров в час у меня. Можно было отправить его по автодрайву. Он бы доехал без проблем, наверное. Но не по фэншую это. Поэтому повезли его сами. Пригоняем конвейер. А GCP, друзья, разумеется, отправляем на промзону. Потому что там у нас остался прицеп. Мы его там бросили бедолагу одного денешеньку. Ну, ничего страшного. Теперь наша задача начать загружать вот эту вот штуку. Подставляем конвейер. Поднимаем максимально вверх его. Чтобы прицеп наш мог заехать. И выдвигаем тоже максимально. Мне, друзья, не нравится то, что на нем грави. Но есть у меня один способ от него избавиться. Теперь, друзья, берем мана и подставляем его под конвейерную ленту. Да, сюда пошла загрузка гравия. А потом пошла загрузка руды. Потому что при маленьком количестве оно, в общем-то, примерно так и работает. В общем-то, загрузка руды пошла. Видите, она улетает довольно быстро. Загружается довольно быстро. Вроде как этот карьер так себе работает. Так что с ним можно будет намучиться. И дальше остается только лишь заполнить прицеп. С этим, друзья, в общем-то, все понятно. Погнали заполнять наш завод. Для начала, друзья, отправляем вот этого товарища. Который у нас возит воду. На столе литейном вроде дохренища воды надо, да? Да, 500 кубов вмещается. У нас прицеп пока что на 30. Скорее всего, в следующем сезоне мы его модернизируем. Там можно было его до 100 кубов по умолчанию поставить. В общем-то, подумаем. Или купим другой еще на 100 кубов. Потому что маленький прицеп вроде как тоже не помешал бы. Ты, в общем-то, у нас на базе забираешь воду. И эту самую воду везешь на СТ-вода. Езди, короче, пока что дохренища раз. Потом когда-нибудь я тебе сниму. Или поставлю тебе количество маршрутов. Этот товарищ у нас пошел работать. Далее. Нам нужно еще привезти уголь. Угля там тоже надо, по-моему, очень много. Так, не цементный завод, а стали литейный нам нужен. А угля туда вмещается миллион литров. Интересно, с какой скоростью он будет расходоваться. Ну ничего, ладно. Уголь для нас это не проблема. Пока что нам нужно его просто запустить. Поэтому я его отправлю съездить три раза. Потом в свободное время, разумеется, я потом более, скажем так, большой техникой это предприятие забить будет не проблема. А так что, дружище, ты у нас забираешь на элеватор карьер-загрузка. И забираешь ты оттуда уголь. И везешь ты его на СТ-уголь. Как ни странно. Бздынь. Погнал. Три раза скатайся. Тебе этого будет выше крыши. Далее, друзья, наша GCB-шка. Цепляем ей прицепчик. Опять-таки, он ездит долго. Он у нас поедет за карбонатом кальция. Так вот, ездит долго. Ему тоже пару раз его поставим. Все это дело отвезти. Загружаешься точно так же, как и маленький трактор на базе карьер-загрузка. А выгружаешься. Сталь, карбонат, кальция. И везешь, соответственно, на карбонат кальция. Как ни странно. Давай тоже съезди, я не знаю, два раза. 100 кубов привези. Тебе этого будет выше крыши. Он 10 минут будет ехать только на загрузку. И, соответственно, 10 минут еще сюда. А с этими тремя ребятами мы разобрались. Погнали посмотрим, как у нас там происходит загрузка мана. Рудой. Загрузка пока что идет. Сколько ты уже нам загрузил? 109 кубов. И сразу же загрузка прекратилась. Если мне не изменяет память, этот карьер-то, который такой, неправильный. Я когда песок грузил, я его просто, вот он заканчивается, когда перестает грузить. Его просто чуть-чуть вперед пододвигаешь, и он сразу же продолжает грузить. А этот, видимо, нет. То ли выровнять как-то надо, то ли еще здесь что-то. В принципе, не проблема, выровняем. Но просто я боюсь, что мне первое время придется здесь немножко повозиться с этой рудой. Но ничего страшного. Один прицеп мы сейчас забьем, и этого будет достаточно. Потом я уже, как будет свободное время, забью склады и все сделаю. А не, вон, походу, горка получается, на которую можно будет заехать потом без труда. Может, и все нормально будет. Хотя горка все равно крутая. На песке была поменьше. Может быть, это из-за того, что здесь больше руды. То есть, выше сам этот склон. Хрен его знает, как это работает, если честно. Неважно. Главное, что оно потихоньку наполняется и перестало, да? Ну вот, чуть-чуть вперед подъезжаешь, и оно начинает дальше грузить. Убирает из-под ног, что самое главное. Когда оно опять перестанет, здесь все вот это вот заберет, слой вот этот, миллиметр, к которому мы подъехали. Мы еще вперед вот так вот подъезжаем. И вот таким вот образом и происходит погрузка. Благо, довольно быстро сейчас лента у нас стала загружать. Меня это, конечно, несказанно радует. А что это ты мне тут палитрику всего загружаешь? Да и вообще перестал загружать. Что за фигня? Еще подъезжаем тогда. И пошла загрузка. Вот почти целый прицепт. Буквально пару минут на это уходит. Если, конечно, брать момент, чтобы продавать руду, уголь и все прочее, то это, конечно, было бы читерство откровенное. Таким конвейером грузить реально можно было бы за день, наверное, весь карьер вывести. Вот и все. Руда. 520 кубов у нас загружена. И этого товарища мы отправляем на цемент. Точнее, не цемент, а сталелитейный. Руда. Можно, конечно, поставить здесь еще, что он возит руду, но это не обязательно. Давай, друг, поехал. Он туда поедет и разгрузится. Не проблема. Погнали встречать всех наших пацанов. Смотри, чтобы триггера работали. О, как раз вот этот и едет. Самый первый, самый быстрый. Мне, кстати, посоветовали точку местами поменять. У нас прицеп, который сюда приезжает, выгружается мордой в эту сторону. А мне посоветовали сделать, чтобы он в обратную сторону заезжал. Тогда он приезжает, ты выходишь из кабины, и здесь сразу кнопочка находится. Не надо обходить. В этом, в общем-то, есть свой смысл. У нас уже много всего здесь произвелось. Видите, здесь поддончики эти все стоят. И цемент, и арматура, и брусчатка, или что там у нас производится. И вот здесь железные барьеры, железобетонные. А, ЖВ-блоки у нас здесь, арматура на сталелитейном. Короче, все есть, все прекрасно. Ман, дружище, вон, приехал. Но вот тут у нас все заканчивается, конечно, не очень хорошо. Мне еще интересно потребление карбоната кальция, потому что он используется на нескольких предприятиях сразу. Я сказал, мероприятиях, предприятиях. Поэтому с этим могут возникнуть проблемы. То есть, рано или поздно он может, конечно, закончиться. Но это ладно, ничего страшного. Бздынь, водичка выгружается. Пошла, родимая. Замечательно. Второй ман приехал, но ему ближе всех было ехать, поэтому он уже почти сразу здесь. Конечно, надеюсь, у тебя тоже все хорошо будет. Выгрузка пошла. Тоже все прекрасно. Два прицепчика мы сюда таких привозим, и у нас все путем. Раз уж, друзья, мы тут проверяем работоспособность всех триггеров, давайте вот этого товарища мы тоже отправим посмотреть, где он там останавливается. Чуть что можно будет пододвинуть туда-сюда на локацию. СТ-загрузка. Давай, едь туда. Надеюсь, ты доедешь. Мы, друзья, погнали встречать тракторенка. Он уже тоже почти приехал. Кстати, вот этот ман, он когда выгружается, он потом очень долго стоит еще. Не знаю почему, с чем это связано. Как будто вот эта вот штука, которая выгружает, видите, она толкает на нас, грубо говоря, выталкивает из кузова груз. Я не знаю, как она правильно называется. В общем-то, она типа миллион лет его выталкивает, соответственно, потом миллион лет возвращается обратно в исходное положение. Хотя с другой стороны двери закрылись, и как бы можешь ехать, но нет. Он еще здесь будет стоять. Но потом уедет, все нормально. Я проверял, все хорошо работает. Тем временем тракторенок приехал. Он у нас привез уголь. Кстати, эти маршруты вроде как даже не должны пересекаться, и в случае чего этот тракторенок может его спокойно объехать. Наверное. Точно не знаю. Не помню. Но триггер работает. Уголь у нас тоже пошел. И теперь осталось только лишь дождаться карбонат кальция. ДжСБшка, кстати, уже в пути. Уже едет сюда. Вот видите, уголь выгрузился. Он сейчас обратно прицеп в исходное положение поставит и уедет. Аман что-то прям очень долго это делает. Так же СБшка поехала. И что, Ман будет ей мешать? Нет? Ведь Аман ей даже и не мешает. Поэтому я здесь не одну полосу провел, а именно четыре точки, четыре ответвления, чтобы они друг другу не мешали в таких ситуациях. Как по мне, это хороший вариант. Так, платформа. Давай тебя теперь встречать. Тут нас, в принципе, интересует, чтобы он остановился и платформа была близко к зоне погрузки. О, нормально. Он ее даже успевает выровнять. Сдынь. Сильно вперед он проезжает. Можно точку отодвинуть чуть-чуть назад. Давайте отодвинем ее чуть-чуть назад. Примерно вот на вот такое вот расстояние. Получается, вот она наша точка. И примерно вот на такое вот расстояние мы ее и двигаем. Давай, друг. Дубль два. Да, вот уехать у тебя... Стой, куда ты поехал-то? Он пытался развернуться туда поближе. Хотел путь сократить. Хитрый... Хитрый, да. Тут есть лестница. Можно даже забраться на нее по ней наверх. И по ней даже можно забраться. Ха. Наверное, надо скорость прибрать. Насколько высоко мы сможем по ней... Черт. Да, вот в ожидании трактора делать нечего. Мы занимаемся какой-то ерундой. Не, дальше он не лезет. Вот падла. Высоты, видимо, боится. Такс, приехал, да? Давай, остановись так, чтобы я вот прям офигел. Как красиво, как четко, чтобы было. Взды. Пойдет. Идеально. Ну, практически идеально. Меня вполне это устраивает. Стой здесь, тогда отдыхай. Пока что ставим на загрузку ванна, пока Джесси Бишка едет. И наполняем еще один прицеп. Для таких целей вообще неплохо было бы, конечно, модик поставить, чтобы видеть наполнение прицепа, сидя в другом транспорте. Или в инспектора его вынести. Так, в принципе, тоже можно сделать. Но тогда там много информации лишней будет. У нас, друзья, второй прицеп наполнился быстрее, чем Джесси Бишка туда доехала. Что-то он прям совсем медленный. Или конвейер совсем быстрый. Я тут сейчас начинаю понимать, что вот этот вот элеватор, который мы поставили на 3 миллиона литров, его мало будет. Я бы вот не поленился, затарил бы сразу миллионов 10 всех вот этих полезных ископаемых. И потом, горе бы не знал, просто на эти заводы отправляешь всех развести все. И они возят. И все путем. Но нет. И ман, друзья, второй раз приехал первым. Если можно так выразиться. Тут, кстати, места на все не хватит, на всю руду. У него 40 кубов еще в кузове останется. Но ничего, нам же еще 3 миллиона надо затарить на наш карьер, на наш элеватор. Поэтому не вижу в этом никакой проблемы. Сейчас он это все выгрузит. Мы его отправим на загрузку. Пускай там стоит. Я потом затарюсь. Да, ман, это все-таки моща. Все, миллион у нас загружен. И мы этого товарища отправляем на загрузку уголь. Пускай и едет, везет. Тем временем наши вот эти вот джесси бишки и всякие почти приехали, да? Да, уже подъезжают. Его ман с водой догнал. Чтобы вы понимали, мы отсюда отправили джесси бишку. И в это же самое время с базы отправили мана. Ман, соответственно, успел приехать сюда, съездить на базу, загрузиться еще раз, приехать сюда, джесси бишка вот только едет. И то ман бы это сделал быстрее, но просто в него уперся сзади. То есть разница в скорости понятна. Ничего, друг, мы тебя потом обновим. Итак, ты приехал, ты разгружаешься. Манси спокойненько проезжает. У него тоже все хорошо. Да, ты разгружаешься. У тебя все путем. Ну и, друзья, соответственно, завод у нас запущен. Завод теперь у нас работает. Все ингредиенты для начала производства мы привезли. Производство здесь идет тоже по 5 кубов в час, как и на цементном заводе. Вроде как для этого завода это довольно медленно. То есть нам всего этого понадобится довольно много. И стальные балки 96 кубов вместимость. Всего по 96 кубов, да? Гвозди 100 кубов. На этом, друзья, мы эту серию, наверное, закончим. Далее нашей задачей, друзья, будет начинать стройку мостов. Разумеется, мосты нужно будет строить по очереди. И мне еще предстоит сложный выбор, какой из мостов строить первым. Нам сюда нужно будет привезти по 100 кубов ЖБ барьеров, цемента, стальных балок и арматуры. ЖБ барьеры не проблема, у нас уже есть 100 кубов. Цемента еще пока что нету 100 кубов, но он уже потихоньку начинает доходить до этой самой цифры. Также, друзья, стальные балки и арматуры у нас начали производиться. То есть, в общем-то, не проблема. Поэтому в следующей серии, друзья, мы начинаем стройку моста. Какого именно, я, честно говоря, сам пока еще не знаю. Я еще над этим думаю. Ну и, в общем-то, об этом вы узнаете в следующей серии. Значит, друзья, за кадром. Я, как обычно, поддерживаю производство. Дополняю до конца сталелитейный завод. Если что-то где-то куда-то надо, я это все дело подвожу. А также, когда у нас созреет вот этот урожай, мы его соберем. Никуда пока не повезем. Поэтому, в общем-то, на базе он будет лежать. Вы узнаете, сколько мы его соберем. Если вдруг кому-то интересны эти цифры. Мне так просто обычно интересны. На базе у нас его ноль. Поэтому будет все чистенько. Ну и также пассивная, как обычно, я за кадром сделаю. И в следующую серию, друзья, мы начнем с уборки. Но и нам нужны будут денежки. Поэтому, скорее всего, засеем кофе. Как раз, пока он будет зреть, у нас успеет произвестись много всяких стройматериалов. А как-то, в общем-то, вот так вот. На этом, друзья, все тогда. Скорее всего, довольно коротенькая серия получилась. Хотя, мне кажется, лишнего трендежа моего тоже было много. Можно было бы побольше молчать. Короче говоря, да. Подписывайтесь на канал. Если еще кто-то не подписан, надо исправлять. Лайки ставим, комментарии пишем. Кто хочет поддержать канал, ссылочки в описании есть. Кто хочет начать поскорее смотреть следующие серии. Сделать это можно на бусте. Тем, кто уже там подписан, ребята, огромнейшее спасибо вам за поддержку. Только благодаря вам, в общем-то, и выходят эти ролики. На сегодняшний день, на момент записи, мотивации ноль. Так что, как-то вот так вот. В общем-то, всем спасибо, всем покаки. Есть еще, друзья, у меня шальная мыслишка. Построить склад стройматериалов. Честно говоря, лучшего места ему, чем вот здесь, я пока придумаю. Или вот здесь вот его поставить вообще. Даже залазить ни на что не будет. Автодрайв только подправить, потом надо будет. Только склад этот надо строить. Довольно много сюда всего надо. А может быть, в общем-то, и не будем его пока ставить. Это, друзья, в качестве эксперимента я откачусь. Просто интересно было. Или вот здесь вот его поставить. Короче, подумаем.